Слава нашему Господу! Знаете, я так слышу, наша музыка в церкви стала лучше звучать. И это мне напоминает недавний случай, который у меня произошел в жизни, когда я увидел, как зарождалась любовь. Я так привел одного друга к одной знакомой девушке, и они начали вместе петь и играть. Она хорошо поет, он хорошо играет. И на моих глазах они полюбили друг друга. Сегодня они муж и жена. И я видел в течение нескольких минут, к ним просто чувства такие любви вернулись. Они не имели такого чувства до того. Но вот именно музыка, пение, их помогло им как-то полюбить друг друга. Они именно в пении. Я потом говорю, поехали домой. Они говорят, нет, еще один псалом, еще один псалом. Я не знал, как их уже разлучить. Так любовь к ним пришла. И вы знаете, сегодня вот музыка, слышу, звучит лучше. Я надеюсь, что и нам эта музыка будет помогать. У нас будет больше церковь, будет больше, лучше пение, и мы больше будем любить друг друга. Да благослови нас Господь. Потому что вот для меня это как очень хорошая новость, что к нам пополнение, и у нас такие профессиональные музыканты, и все так красиво звучит. Слава нашему Богу. Тема сегодня моей проповеди – это обновление. Я вот что-то уже давно думаю на эту тему, мне очень хочется ее затронуть. Но вот как-то к несчастью я хотел найти много мест про обновление, но симфонию дома начал искать и не мог найти. То я буду на память, так что мне Бог дал вспомнить, я буду зачитывать на память места. Как всегда, Лукавый, он бодрствовал тоже, он знал, что я буду на такую серьезную тему, и куда-то исчезла моя такая книга, с которой я работаю. Но я думаю, Бог поможет нам, и вы сами знаете Писание, и Бог вам сам поможет напомнить про эти места. Первое мое место – это второе послание Коринфянам. Я прочитаю 4 главы, 16 стишка и ниже. Апостол Павел пишет интересную такую фразу. «Потому мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Вот так он написал. Вы знаете, мы можем сами посмотреть на наши жизни, что мы уже не молодые многие из нас. Я вот так смотрю на себя, я был такой молоджавый, сейчас уже седоватый. Но я как-то не робею, вы знаете, меня это не расстраивает. И тут в Писании он именно обращается про внутреннего человека. Да, когда-то наше внешнее, оно разрушится, но он хочет обратить нам свое внимание на внутреннее. И вы знаете, внутреннее – это очень важно. Намного важнее внешнего. Дальше он пишет такие слова. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Вот очень хорошо, что он так написал все, знаете, и вот чуть-чуть немножко хочется порассуждать. Что ж такое обновление? Обновление – это, я вот считаю, что в Библии есть много мест. Мы даже можем смотреть по природе. Говорится, что природа обновляется. Приходит весна, деревья распускают свои листья, цветут, приносят плоды. И это обновление. Дерево уже есть, стоит, знаете, но оно каждый год обновляется. Бог обновляет природу. Написано, «Милосердие Божие» обновляется каждое утро. Мы, знаете, мы не видим его, как сказать, но это происходит. Бог всегда терпит людей. У нас сегодня, вот, посмотреть на наш земной шар, очень много есть зла, очень много греха, очень много убийств, всяких производств, страшных вещей, но Бог проявляет милосердие. Он милостью покрывает эту землю. Оно как бы не видно, но это происходит всегда. Допустим, апостол, даже Давид, мне очень нравится, он пишет такие слова, «Друг праведный, обнови во мне». Он уже был, Дух праведный в нем, но он просит еще обновить его. Он хочет обновляться. Обновляться – это вот примерно, может, хорошее сравнение, я вам такой пример с Библией тоже. Помните Неймана? Нейман был прокаженный, и, знаете, проказа – это очень некрасиво. Он от друзей не встречался, и у него запах и шел плохой, у него кожа эта болела, там были всякие раны, ему было очень неприятно. Но в один день написано, когда он пошел и окунулся в этой реке семь раз, его тело обновилось. Там так и написано, что оно обновилось, и стало как у младенца. И вы знаете, я вот так представляю, какое тело у младенца. Может, помните младенцев, грудные дети, когда их берешь на руки, вот мы с женой иногда вспоминаем, но у нас уже нет младенцев, и мы бы хотели младенца, вы знаете, его берешь на руки, у него такое мягкое тело, он так пахнет, оно такое свежее, знаете. И это, не Нейманом это произошло, новое такое, знаете. И вот наша внутренность, она должна обновляться каждый день. Апостол Павел говорит, я каждый день умираю. Что же такое обновление? Вы знаете, это то, что новый человек в нас уже родился. Мы уже по образу Божию, Дух Святой уже поселился в нас. Человек, когда обращается к Богу, он рождается свыше. К сожалению, не все рождаются свыше, не все верующие рождены свыше. Не все, кто говорит, Господи, Господи, они родились свыше. Потому что я встречал очень много людей, мы можем встречаться в церквях, везде, очень, к сожалению, это бывают люди, дети верующих родителей, они как бы ходят, как привычки в собраниях, но они никогда не родились, никогда не родились от Духа. Они всегда остаются такими же, какими они были. Я недавно спросил одного человека, он уже в возрасте, говорю, «Как ты считаешь, ты поменялся ли ты с того момента, как ты обратился к Богу?» Он говорит, «Я даже не помню, чтобы я обращался, я всегда был верующий». Так я говорю, «А когда ты родился свыше?» Он говорит, «Может быть, никогда». Он не чувствует вот этого жизни Духа. Он не чувствует, что когда рожденный свыше, Бог всегда будет побуждать того человека делаться лучше. Тот Дух, который родился в нем, он будет обязательно приводить человека, чтобы с него выходили плоды. Написано, «С хорошего дерева выходят хорошие плоды». Вы знаете, когда мы на лозе, когда мы на лозе, мы в ветвь, обязательно будет вот этот сок побуждать нам расцветать, цвести, приности плоды. Вот Дух Божий, который вселяется в человека, он будет обязательно побуждать делаться лучшим и что-то делать, и обязательно приносить плоды. Но если у человека нет побуждения становиться лучше, если его все устраивает в его семье, в его жизни, в жизни церкви, в жизни города, он спокоен. Я думаю, что он мертвый. Понимаете, его не волнует, он не переживает за этот город, за страну, за детей, за жизнь, за своего внутреннего человека. У него нет этой, знаете, постоянной какой-то тягости от Бога. Я верю, тот, кто родился свыше, я по себе могу сказать, что Бог всегда меня побуждает на что-то новое. Бог всегда побуждает меня быть некладнокровным. Бог побуждает меня приносить плоды. Вот эти плоды Духа Святого, милосердие, кротость, воздержание, вы знаете, любовь, вот эти все плоды, Дух Святой побуждает человека, чтобы он их приносил. Дух Святой побуждает меня обновляться. Но как это обновляться? Вы знаете, вот есть возможность даже уже человеку, родившимся свыше, не обращать внимания на обновление. Апостол Павел нам говорит, что это кратковременные страдания. Какие страдания? Потому что плоть будет не давать Духу возрождаться. Она не захочет, чтобы мы обновлялись. Наша плоть, она будет восставать на нас, она будет уговаривать нас. Тебе что, больше всех надо? Посмотри на других. Зачем ты там будешь кого-то прощать? Зачем ты будешь кого-то снисходить? Вы знаете, есть еще несколько местов, которые я хотел бы зачитать очень важные. Тут написаны такие слова. Допустим, к Ефесянам написаны такие слова. Испытывайте, испытывайте, что было угодно Богу и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Вы смотрите, что тут Бог побуждает нас, чтобы мы испытывали, что угодно Богу. В другом месте еще написаны такие слова, к римлянам, по-моему, да, к римлянам от 12 глава. Второй стишк. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вы познавали, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная. Тут опять нам предлагается, чтобы наш ум, который был плотской, наш ум, который реагирует на все вот эти жизненные вещи, как нормально считается. Если нас кто-то обидел, мы обижаемся, если кто-то нас укорил, мы тоже как-то, наш ум реагирует по-плоцки. Мы во плоти ходим. Я уверен, первая реакция всякого нормального человека, это будет так, как к нему неправильно отнеслись, он будет обижаться. Если вы где-то притеснили, он будет недоволен. И вот это, знаете, наша плотская натура, она всегда будет первая, реагировать на все наши обстоятельства нашей жизни. Но нам предлагает апостол Павел быть кроковерными страдания, вот этой плоти, побеждать духом, и тогда приносить плоды, и смотреть больше на невидимое. Это невидимо, знаете, невидимо, как ты проглотил эту обиду, невидимо, как ты не обиделся, не ответил зло на зло, невидимо, как ты любишь врага своего, это невидимо, но это вечно, это то, что он от нашего Бога, это обновление нашего духа, этим мы должны заниматься, и сегодня просто мое желание напомнить об этом, я тут больше мест нашел, но, знаете, хочется как-то, чтобы было, допустим, одно из мест, написано, святой, да освящается еще, праведный творит правду еще, и мне это нравится место, вы знаете, я раньше думал, что святой, он будет еще святее, а тут мне больше понимаю теперь, что праведный творит правду, просто если человек праведный, он должен творить тот, то он есть, он должен творить больше правды, если святой, он больше должен светить, и вы знаете, вот так вот, написано, нечестивый, пускай делает нечестие, он будет так делать, потому что он нечестивый, но если ты праведник, ты творишь правду, если ты святой, ты светишь, и вы знаете, мне это нравится, это очень правильно, Там написано в нашем Писании. И мне хочется, чтобы у нас так было, чтобы мы об этом помнили. Мне вообще хочется об обновлении больше и больше говорить. Я как бы затронул немножко эту тему, но нам это очень важно. Нам надо меняться в нашей церкви. Нам нужно меняться в нашем доме. Наши дети должны меняться. Наши отношения должны меняться. Вы знаете, внутри мы должны меняться. Наш город должен меняться. Наша церковь, наша страна должна меняться. Все должно меняться. Если это не меняется, это значит, что мы виноваты. Если мы остановились, больше всего, знаете, в моей жизни, я вот вам признаюсь откровенно, я боюсь остановиться. Больше всего в жизни мне страшно, просто я смотрю в Писание, за что Бог наказывал людей. Вы помните, допустим, Моисея, да? Да, Моисей был очень, очень, очень такой кроткий человек, написано кротчащий. Но у него в жизни были такие обстоятельства, что один раз он не выдержал и сорвался. Один раз всего лишь у него такое произошло, и Бог сказал, ты не явил святости, и за это не войдешь. Вы это страшное знаете, что произошло с ним. Он просто в гневе ударил по этой воде, по камню, и вода вышла. Он разгневался, его просто достали. Его просто, знаете, обстоятельства жизни, его так довели, он был самый кроткий. Он показывал всегда Бога. Он показывал свет, он показывал пример. Бог сказал, ты будешь для них как Богом. Но в один момент он не смог, он не выдержал. И этого, и Бог ему сказал, ты не явил святости. Другое место, знаете, я так внимательно смотрю просто в Библии, и могу находить себя, к сожалению, знаете. Вот я смотрю, за что, допустим, апостол, в деянии апостолов, когда они, люди убивали Стефана, вы знаете, он им сказал такие вещи, он им сказал такие вещи, что сильно их встревожило. Он сказал их, что вы всегда противились Духу Святому и отцы ваши. И такую фразу он сказал. И я так смотрю в жизни нашей, и меня страшит это слово, противление Духу Святому. Мне очень страшно, знаете, в жизни один только момент, чтобы мне вдруг не противиться Духу Святому. Чтобы я не сделал, не вел себя в жизни так. Сегодня, может, Дух Святой пришел сегодня в нашу церковь. Может, Дух Святой сегодня сейчас на этом месте. И моя задача, как просто человека, который Бог употребляет, мне нужно все сделать, чтобы Дух Святой сегодня действовал. Чтобы Дух Святой касался наших сердец, чтобы Он расправлял нас, чтобы примудрая бодрость работала. А вдруг я не буду бодрствовать? Вдруг я не буду молиться? Вдруг я не буду нуждаться, чтобы Бог послал мне это слово, которое я сегодня говорю? Буду я хладнокровный и скажу, Господи, какая мне от этого польза, что я буду говорить слово Твое? Какая мне от этого польза, что я буду свидетельствовать моим братьям и сестрам? Что мне от этого будет? И я остановлюсь. И знаете, это будет противление Духу Святому. Это страшный грех. Они сильно возбудились из-за этого и убили праведника, убили святого. И вы знаете, сегодня я смотрю, и мне наполняет страх, когда в церквях кто-то может противиться Богу, не делать то, для чего Господь его призвал. Он просто сидит спокойно. Он оправдывает себя своим плотским умом. Но он забывает о том, что мы все избраны Богом. Что Дух Святой живет в нас. И он хочет сегодня руководить нашей жизнью. Он сегодня хочет руководить нашей церковью. Он сегодня хочет здесь властвовать. Он хочет брать силу над нами, над нашей плотью. Он хочет сегодня менять нас. Но наша задача смиряться пред Духом Святым. Бог сказал, что хула на Духа Святого не простится. Это очень страшные слова. Нам надо иметь страх Господень, чтобы нам так не поступать, как эти поступили люди. Да благословит нас Господь. Давайте помолимся.